Всем привет! Добро пожаловать в новый влог! Вот так выглядело у нас утро дня. Благодарение! Индейка наша уже в духовке. Гарниры из овощей некоторые я приготовила, некоторые буду готовить попозже. Лора, дочка моя, решила назначить себя ответственной по сладкому пирогу. Это тоже традиция. Испекла вот такой американский вариант тыквенного пирога. Сама без моей помощи. И по секрету скажу вам, что получилось очень даже вкусненько. Уже почти все съели со взбитыми сливками. Хотела поделиться с вами, как я накрыла стол в этом году. На этот раз решили обедать на кухне. И накрыла все заранее, с утра, после завтрака, чтобы так подольше продлилось праздничное настроение. Девчонки, хотела показать вам свою любимую свечку. Бренд называется Woodwick Candle. Если вы обратите внимание, в ней такой специальный фитилек деревянный, который, когда она горит, звучит, как будто у вас горит камин. Я даю вам возможность послушать. Есть очень разные запахи. Я покупала мимозу, яблоко, грушу, я покупала хвою. Это называется осень. У нее такой очень приятный осенний запах комбинации разных. Попробуйте, проверьте, если вам нравится иметь дома свечки. Влог у нас с вами сегодня запланирован на ваши любимые темы. Я возьму вас сегодня на работу. Посмотрите на американский дом, который был построен в 4 этажа. И затем мы с вами испечем быстрый сладкий яблочный пирог. Называется Apple Tart. А теперь поехали! Мои клиенты все продолжают смотреть дома и пока еще не могут найти именно то, что ответит их запросам полностью. Для новых зрителей хочу объяснить. Ищем мы в городке Уинхем примерно 40 минут езды на север от Бостона. Это северо-восточное побережье Америки. И вот на днях посмотрели такой интересный дом и такую планировку, когда дом был построен в 4 этажа. Я думаю, очень часто увидишь в Новой Англии. Во Флориде точно такого не увидишь. Там все дома в основном располагаются на одном этаже. Предлагаю посмотреть все вместе и обсудить, насколько удобно жить в таком доме. Комната, мимо которой мы прошли, она осталась справа. Это гостиная. В этой комнате, в принципе, никто никогда не бывает. Она очень редко используется. Это для декоративных целей. И эта планировка, которую сейчас вы увидите, она очень-очень традиционная в нашей местности. Это планировка дома в колониальном стиле. Кухня находится прямо по коридору. Практически во всех домах кухня будет выходить окнами именно на задний двор. Размер в кухне очень хороший. Хотела рассказать вам то, что я узнала сама для себя. Этот дом был построен в 2002 году. Но в 2009 году летом в него ударила молния и он полностью сгорел. Так что все стены были возведены заново на старом фундаменте. Ту ночь в нашем городке были поражены молнией два дома. Хотя они находились совсем не рядом друг с другом. Между ними было расстояние 5 километров. Люди не пострадали. Так что получается, что стенам этого дома примерно 10 лет. На правой из кухни мы проходим по коридору. Попадаем в гостевой туалет. Обычно на первом этаже туалетная комната именно такая, как вы сейчас видите. Она будет небольших размеров, только унитаз и раковина. Без душевой кабины, потому что здесь нет спален. И по традиции именно этой туалетной комнате будет уделяться особое внимание в плане идеальной чистоты. Потому что этим туалетом могут пользоваться гости. Мы снова с вами на кухне. У вас будет возможность все рассмотреть поподробнее. Два духовых шкафа. Не знаю зачем, но во многих домах именно такого размера и больше устанавливают по две духовки. При продаже, когда заглянешь внутрь духовки, видно, что практически в 90% случаев люди пользуются только одной. Здесь также установили и два острова и добавили парную раковину на один из них. Я видела очень много домов с такой планировкой. Обычно здесь делают не второй остров, а ставят большой стол. И стулья вокруг используют его для завтраков. И сейчас мы с вами в столовой. В моем представлении женщина, которая живет в этом доме, имеет очень смелый вкус, судя по выбору краски на стенах. Это не обои, а это именно краска. Напишите, какое ваше мнение нравится вам или нет. Кстати, такие полосы можно сделать на стенах, это совсем не трудно. Я делала более спокойную гамму в своей ванной комнате. Сначала вы красите первый слой, дайте краске хорошо просохнуть. Затем, через пару дней, сделайте разметку, заклейте все лентой и покрасьте второй слой. Проходим с вами дальше и попадаем в family room. Она довольно большого размера. Это комната, где собирается вся семья вечером. Здесь они будут смотреть телевизор. Немного удивлена расцветкой на стенах, учитывая то, какое смелое цветовое решение мы видели в столовой и в гостиной. Есть камин, по всей видимости, камин газовый, высокие потолки и много света. Поднимаемся с вами на второй этаж. И там будут располагаться все спальни. Мы с вами в спальне хозяев. Она хорошего размера, очень высокие потолки. И это будет плюсом, потому что будет много воздуха. Минус в этой комнате, что половое покрытие ковровое. И чаще всего покупатели заменяют такое покрытие. Очень часто я получаю вопросы, продается мебель вместе с домом или нет. В нашей местности чаще всего нет. Хотя иногда бывает, что какие-то крупные предметы мебели были куплены именно для дома. И они уникальны в том, что они не будут подходить к какому-то другому дому. В таком случае, по соглашению между продавцом и покупателем, они могут обсудить дополнительную цену или просто включить эту мебель в цену продажи дома. Гардеробная. В больших размерах, в том плане, что она очень вместительная. Но она высокая и узкая. Я думаю, что такой гардеробной пользоваться не очень удобно, потому что нужна будет лестница. Ванная комната. Здесь сместили все необходимое. Две отдельные раковины, душ, джакузи, унитаз. Мне кажется, очень удобно иметь между двумя раковинами именно такие шкафы, потому что вы не представляете, сколько мелочевки туда можно убрать. И тогда пространство между раковинами всегда выглядит очень опрятно. Дальше покажу вам, что еще есть на втором этаже. Есть другая ванная комната, гораздо меньших размеров. Она попроще, обслуживает две спальни, которые также есть на этом этаже. Эта комната обустроена на данный момент как комната для чтения. Но возможно, конечно, ее использовать и как спальню. Просто видно, у хозяев дома нет в этом необходимости. На этом же этаже располагается еще одна спальня примерно такого же размера. То есть в этом доме на втором этаже три спальни и две ванные комнаты. Пройдем с вами на третий этаж. В комментариях напишите, пожалуйста, хотели бы вы жить в доме с таким количеством лестниц. Многие молодые люди абсолютно не обращают внимания на этот факт. В то время как люди постарше все время критикуют такую планировку. И они хотят жить именно на одном уровне. И наверное именно поэтому во Флориде дома строятся в основном на одном уровне. Для меня самый большой минус это не только расположение спален на более высоких этажах. Насколько для меня лично было бы важно, где располагается лондрий. Лондрий это постирочная комната в Америке. Стирают очень много и я знаю по себе, сколько раз я хожу в свою лондрий в течение дня и у меня она на первом этаже. И это очень удобно, но если вам нужно будет ходить с горой белья сверху вниз в течение дня, то лучше подумать сразу, нужна или нет вам такая планировка. Или просто сделать какую-то модификацию и добавить вот именно постирочную комнату на тот же этаж, где у вас спальни. Покажу вам немного приятного и красивого. Посмотрите на картины на стенах. Если помните, летом я делала вам экскурсию по этому городку. Называется Ньюберепорт и располагается на Атлантическом побережье. На верхних этажах мы все посмотрели. Сейчас будем спускаться вниз и заодно вы посмотрите, какие картины у них висят и посмотрите, что у них есть в подвале. Сейчас мы с вами в подвале. Здесь у них располагается домашний офис. Есть выход на террасу, к бассейну. Как видите, задний двор оформлен очень хорошо и продуманно. Также в подвале у них располагается лондри рум. То есть, постирочная и гараж на две машины. Тур наш подошел к концу. Если вы нагуляли аппетит или вам интересен рецепт простого яблочного пирога, я приглашаю вас к себе на кухню. Там мы продолжим наше общение и очень быстро приготовим аппл тарт. Рецепт необыкновенно простой и очень быстрый. Нам понадобится 2 яблока и слоеное тесто. Удаляем сердцевину и разрезаем яблоки на очень тонкие пластины. Дальше добавляем столовую ложку сахара, а также я добавляю вот такую специю. В Америке она называется Pumpkin Pie Spice. Что в нее входит? Это комбинированная специя, в которую входят корица, имбирь и мускатный орех. Очертите край ножом и сделайте небольшие дырочки вилкой, чтобы смог выйти воздух. И дальше вы начнете выкладывать яблоко. Здесь будет работать ваша фантазия. Я выкладываю так, что я чередую направления в каждом ряду. Выпекать будем в духовке при температуре 400 градусов по Фаренгейту или 205 градусов по Цельсию 20 минут. При желании, когда ваш пирог будет готов, на яблоки вы можете нанести небольшое количество варенья. Я буду использовать фиговый джем. Разогреваю я его на теплой водяной бане. В Америке очень часто яблочный пирог подается с мороженым. Предлагаю вам попробовать такую комбинацию. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!